Телефон Здравствуйте. Мир вам. Добрый день. Мы замки-то не здороваемся, но... Пошли. Здравствуйте. Мир вам. Вот заходишь и считай, какие расписи. Во храме его все возвещают о его славе. У нас же храм здесь. Здесь храм? Ага. Да. Слава Христу. С миром прямой. С миром прямой. С миром прямой. Первое воскресенье февраля отмечается начало работы нашего сайта. Вот когда только был сайт. А к истине вот. К истине народ. А, к истине один народ. Написать им, чтобы не делали другим того, что не хотят себе. Деяние 15-20. Идет на эту запись. Это у вас как... Интересно? Да. Это вот с Бавариным, когда он этот дом передобрал. Владимир Николаевич. А вот видишь, что делается? Очки забыл я. А? Очки забыл. Зрение плохое. Ну видишь, он. Поцелуй. Вот. А это по имуществу города Барнаула. Ага. А это его советник. Ну здесь история прям, да? Советник. Советник. Общинник. А ты. Иписка. Наш. Видишь, сколько. А это вот от Баварина письмо. Письмо. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне передоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочно знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность в университетах преподавал, в милиции, в бойцких частях, в школах, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения, чувств патриотизма в начале детского лагеря, любви к Родине и ближнему, это выступление среди молодых новобранцев в армии, вот здесь которые воинские части, меня везде возили. Ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими в проступке преступления, 18 лет статурничал в тюрьму, везде все это бесплатно, достойно уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса, так у меня изъяли перед арестом сколько, затянулось на многие годы. Одиннадцатый год уже шел суд. Я реабилитирован и вернуть надо, конфискация была. Но в то же время искренне рад, что крестовозвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Вот это вот он пришел. Два дома в частную собственность и тринадцать соток. Погасить долг. Когда выиграл, денег платить нет. И Бог дал такого, который там называется исполнитель судебный. Она сказала, арестовывая все счета в Барнауле, ни один учитель никто не получит, пока сладким не рассчитаетесь. Они вызвали, а денег нет. Нет денег-то. Я говорю, нам молить все негде. Они стали предлагать в разных местах города. И что интересно, предложили здесь, а вот рядом музей, его видно прямо рядом. А тут был кривой суд. А второе место напротив тюрьмы. Я говорю, тюрьма это уже крышка. Кырдык. А тут-то еще суд. Давай я лучше сюда. И зашел вот этот один дом. Я заглянул в него, меня привез. И главное дали, который меня везде возили, показывали. Богомолов. Вот все как у Бога. Фамилия Богомолов. Я посмотрел вот этот дом. Это весь дом. Я просил 100 квадратных метров. Отдали 226. Это вообще. Я когда заглянул, а он на замке был. Я говорю, я согласен. А потом говорю, а тут дом как? На одной территории. Так это тоже с ним. А тут афганцы им отдали. Они приходили, которые в Афганистане воевали. Им сразу. Они тут собрались и дали клич. Тут на костылях там приехали. Весь двор тут заполнили. А приехал от него советник общинников и говорит. Ребята, вам лучшее дают место. В центре города. Большое здание. А это необходимо освободить. А мы, говорит, ворота железные поставили. Решетки. Нужно уйти. Это государственная необходимость. Государственная необходимость. Ну и по-хорошему все и развернули. Итак, желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. С уважением. Глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. На бланке. С печатью. Ну вот мало людей, да? А? Вот я говорю мало людей, кто несет Слово Бога. Ну, 12 апостолов всего было. А потом 11 осталось. Иуда отпал. И заквасили сегодня 2 миллиарда. Так что мало это не означает мало. По интернету только сколько людей приходит. Не 2, не 3. У меня только просмотров сейчас 42 миллиона. Я в этом убедился. 42 миллиона подписчиков 42 тысячи. 42 тысячи это районная газета, не каждая тянет на это. Да, я в этом убедился. А эти, которые берут мои материалы, копируют и переводят на другие языки, как мне говорят, это сколько? Так, а уже много кто вашими словами говорит? Да. Даже вот в самом интернете? Афоризм. Вот это вот. Я сажусь в машину и что-то сказал. А сегодня вот это. Опять нам сказал. Афоризм. Афоризм это как пословица выходит. А я об этом и не думаю. Просто, видишь, если бы мы умели, мы бы так вот. Раз, меняется кадр там, фотография. А мы ничего этого не делаем. Люди говорят, вот это ценно, что вы все показываете, даже где не в вашу пользу. Почему? Мы хотим показать, как можно в этом раздрае жить красивой, интересной даже бедности. Не проклинать руководителей, президента, а молись. Остальное ничего не дает. Самый действенный способ, это высшее качество, которое сатана не может сделать. Это смирение. Мы смиряться должны. Господь говорит, смиренные, кроткие, наследуют землю. И мы это показываем. Вот результат. Нет, это для народа это больше всего. Потому что история, это никто историт, они поделятся. Но такой дом, вот этот, он единственный на всю Россию, я полагаю. Чтобы к каторжнику приезжал мэр города и подписывал. И все, разрешили мирно, вот здесь какого числа, мировое соглашение. И теперь назад это нельзя. Так пытались некоторые еще развернуть назад. Такие людоеды встречаются. Не, это я говорю, это очень мощно. Написать им, чтобы не делали другим того, что они хотят себе. Здорово. Того, что не хотят себе. Мы об этом забываем. Идет видеозапись интернета. При входе написано. Сзади вас тоже написано. А старковная дисциплина. У нас торговля категорически запрещена. С тарелкой не ходят. А где-то? Да, у нас ходят. У нас десятина введенная и все. У нас ходят с тарелкой. У нас нигде не ходят. У нас ходят с тарелкой. Вот ты видишь как. А почему это? А вот смотри, вот я в Нью-Йорке с митрополитом. А вот веду занятия в Алтайском государственном университете. А вот это занятие в Алтайском государственном техническом, ВГТУ. А это пришел Евсигнеев, профессор. Ректор университета. 21 тысяча студентов. И вот он пришел, видишь, по руке. А это его ученый-секретарь Влеське, профессор. А это крещение у нас подготовленное. От трех до пяти лет у нас срок готовят. У них пять минут не готовят. Я вот последний раз заходил в час. Вот священник в воде стоит и теперь они по ступенькам спускаются. Ну как положено. Полное погружение всегда должно быть. А в церкви обман стопроцентный в этом вопросе. Ладошки по голове, плати деньги. Можно, да. Вот так. А вот смотри, у нас как три священника в воде. А вот операторы снимают. Тоже в воде стоят. Это фильм поставлен был. А вот я веду в деревне занятия. Каждое воскресенье. Под березами. Школа, не стен. Небо, крыша. Горизонт, стены. Вот на видео уже все есть. Вот. Видите как. А вот я вел три радиопрограммы. В одной программе. В воскресенье. Часовая онлайн. И меня охранники приводят туда. Я один не ходил. Три человека охраняют. Вот один склонился. А другой вот. Двое тут так стоят. Вон. Это радиостанция здесь. Радиостанция. А вот видишь, как крещение принимают. Вот стоит она. Сейчас погружает. Это мой брат священник. Так, идем-ка. Это я Аким? А, я Аким. Вот правила наши какие все. Бесплатно. Все. Таинство, требы. Все совершается бесплатно. Для неверующих не совершается ни крещение детей, ни отпевание, ни других требы таинств. Откуда? Седьмой Вселенский собор. Первый Вселенский. Апостольское правило. Василий Великий. Новая скрижаль. И все указано. Откуда все это взято? Я не просто взял, да и... Я вот вчера ребят слушал ваших про таинств. Ну, что вот сейчас происходит в храмах, что за все платится. За требы, за записки. Вот они у меня даже сейчас вот сохранены. Еще? Ну, мне этот разговор прям за душу взял. А что? Какой разговор? Ну, они между собой, как онлайн, есть это... Учение, да, или как? Изучение Библии. А, изучение Библии. Да. Вот. Я, не знаете, наверное, раз на двадцать переслушал. Вот раз на двадцать прям хотел запомнить. Прям вот это мне понравилось, что вот эта тема была, когда там собираются люди, ну, со всех частей света, да, и проходит вот эта ваша... У Сергея Попкова занято. Сергей, наверное, да, да. У вас как раз не было, он говорит, Игнатий Тихонович сейчас пока... Это за август. Он говорит, сейчас еще в деревне. И вот они вели. Сергей, наверное, да. А вы здесь были? Да почему? Вот. Он смотрел запись, запись. Запись я смотрел. В интернете. И мне, говорю, понравилось то, что вот объяснения Библии такого нигде нету. Ну, нет. Мы же, когда в церковь пришли, в храм, началась литургия. Литургия прошла, никакого слова о Боге нету. То есть мы его не знаем. Я первый раз-то знаете о Боге от кого услышал? От Качева. От Качев Андрей. Он говорит, мы едем где-то, говорит, по деревне. То есть он тогда еще здесь в России еще не жил. Они в Крым едут с Украины. И, говорит, бабушка садится. Мы, говорит, ее довозим там до какого-то места. Она, говорит, мимо храма едет, перекрестилась. Мимо второго храма едет, перекрестилась. Он говорит, а Андрей говорит, а это же, говорит, разные храмы. Одни баптисты, а другие православные. Она говорит, я к православным хожу молиться. А к баптистам хожу, говорит, послушать о Боге. Они хорошо разговаривают. Недавно он выдал Андрей Качев. И говорит, вот, люди, я знаю много, признали себя грешниками. Это не у нас, у протестантов. Это вчерашние православные. Они узнали, что Иисус родился, и узнали не от нас, а у протестантов. Да. Они узнали, что как Иисус жил, и узнали не у нас, а у протестантов. Что он умер за грехи людей, и узнали не от нас, а у протестантов. Уже сотни миллионов потеряно нами. Что мы думаем? А Господь говорит, одна душа погибнет по твоей небрежности. О, священник. Тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. За нее Христос умер. И они молчат. Отец Андрей озвучил это. Сотни миллионов. Ну вот происходит то, что мы не от тех людей. Они не учат совсем. Деньги, 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 деньги. Везде клевета. Вот я лжи-миссионер. Почему? Все это православные. Я говорю не так, как они. Я говорю каноны. Библия. А им это не надо. Ему главное одно. Свечку покупают. Наши люди приходят, они в храм не запускают. Она на улице стоит, у них валенки протаивают. Почему? С нами знаются. Отрекись, запустим в храм. В смысле? Это так и говорят, что от вас отрекись? Да. Клочки. Клочки Ребрихинского района. А это православные там? Православные, патриаршие. Их там митрополит заезжал, к ним говорил. Никого там местный священник. Никого. А там всего 6 или 7 человек ходит. А ну. Сейчас приехал один у нас здесь. Он армянин. Ну, в Грузии живет. Из Москвы приехал. У нас тут жил. И говорит, я зашел Сергий Лавров. А там один с большим рюкзаком. И бесплатно брошюр раздает против меня написанное. Зачем? Для чего? Зачем? Чтобы не слушали, не смотрели. Специальный рюкзак. Отпечатать надо. Прямо книжкой. И всем раздает. Чтобы Лавров не слушали. Смотрите. Это, я думаю, что большой плюс. Когда говорят, не лезь, лезут наоборот. И вот здесь, наверное, вот это сработает. Говорят, не читайте. Наоборот, найдут и прочитают. А вас найдут и прочитают. Вот мне сейчас скажут, а Латкина только не читай. Я специально возьму и прочитаю. Может быть там что-то. Когда запрещают, тогда запретан плод. И вот наоборот. У меня посещаемость на форуме примерно, ну в среднем была осталась. 130-230 человек. И в руке я утром встаю. 4 тысячи. Никогда ни разу не было. Это форум. Форум. Это в начале. 1600 тем там. Я говорю, что-то случилось. Где-то что-то про меня говорили. Оказывается, в Москве был у них какой-то международный там... Чтение. Семинар. Чтение. А? Чтение. Чтение там было. Рождественские чтения. Дворкин выступал. И все против меня. У них 15 тем было. И одна тема выступления полностью мне посвящена. И люди там спрашивают, где детский лагерь. Дети не так. Надо обращаться к митрополиту. Он говорит, нет, митрополит уже тут. И я его зазомбировал. Теперь. Власти. И власти ничего не делают. Куда? Роспотребнадзор надо обратиться, чтобы закрыли лагерь. Я вообще их не доставлюсь. Они в Москве. И они ничего не могли сделать. И когда они вот это выступили, у меня в 20 раз больше посетителей пришло. На форум. В 20 раз. Конечно. Это просто по любопытству еще где-то. Но все-таки. Помните, вы где-то сами говорили, что кто-то против вас пошел. И его там закрыли. Вы говорите, зря вы его закрыли. Он сейчас завтра распечатает этих форумов наделает. Не форумов, а сайтов на открывает. Везде за рубежом. И это сработает на него плюсом. Журавлев. Журавлев. Вы где-то говорили, что вы зря его закрыли. Запретили. Он сейчас сайтов таких наделает, и это ему плюс будет большой. Помните, вы где-то говорили? Они еще не понимают. Вот когда пусть стирает в храме, там ноги поднимали, писали. И их там стали судить, сроки дали кому-то. И уже судили. Это получается 2014 год? Ну, наверное. Но вы тогда были так. Мы приехали после храма Христа Спасителя. И они это делали. Меня сразу спросили, а что надо делать? Ну, не то, что вы делаете. Казаки там поймали. Давай плеть упороть. Вы что делаете? А что делать? Мы были, знали, что делать. Подошли к храму Христа Спасителя, когда у нас миссионерская поездка была. Мы с каждой стороны, три стороны, мы молились, а четвертая закрыта. Мы становились на колени. Падали, поднимали руки, чтобы Господь открыл им глаза, сохранил патриарха, президента, чтобы был мир на земле. А один закрытый, там сторона одна, и замок висит. Мы позвонили, вышел офицер, охраняет. Ну, мы так поняли, что он к власти, ну раз поставлен там. Мы говорим, нам бы пройти. А зачем? Закрыто уже, закрыто. Нам помолиться надо. Мы на трех сторонах помолились. Мы едем по всемирной проповеди. Нам открыли. И мы там опять стояли, молились. Что надо делать было? Закрыть. Сделать сбор денег. Сделать сбор денег на пудовый замок, я говорю. И закрыть все двери на три месяца. А дальше объявить всемирный призыв к Богу и к людям. И молиться около храма. Заполнилась бы площадя и улицы. Власти бы перекрыли, другими путями ездили. День и ночь. Непрерывно. Три месяца. Патриарх, архиереи. Все. Чтобы принесли покаяние перед народом. Как они небрежно с народом. Как народ отходит в виде вашей лимузины, яхты, вертолеты, самолеты. Сегодня только об этом говорят. И все изменилось бы. Что вы делаете-то? Вам Бог уже вплотную горло подступило это. И вы все еще не понимаете. Ухватились за этого мамону, за рога. Не можете Богу и мамоне служить, Господь говорит. Вот что надо было делать. Они всегда делают не так и не там. Никуда не ходить в храмах Христа Спасителя. Все окружено народом будет. Все монастыри поднялись бы. Молиться и молиться за упущения, какие были сделаны. Вы царя подвесились и подвели. Его семейство. А если бы вы ему говорили не так, не так. Было бы по-другому. И тут же от царя все отреклись. Но это значит... О, 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 Евгения. Тут не просто так. Я говорю, значит... Вот это у нас приезжают священники. Там архимандриты. Фотографируют. Мы у себя сделаем. Крещение. Бесплатно. И все доказано. Это надо места знать. А делают? А? Делают? Не один. Только начинает делать. Вокруг смещенник. И все, как ярая стая волков на него. Те же зайки. Убьют. Как Головина. Отца Головина. Да, Владимировна. Она... Ткачевы-то как кинулись. Когда он там женщина. Он сказал все как есть. Он сказал как есть. Ну... Другие это не могут. Бесталанные. У него ничего нет. Он может только гавкать и тяпкать. Вокруг моей колокольни. Тысячи псов и волков. Больше двухсот сто роликов. В интернете против меня направлено. Мои ресурсы режут. Из них там составляют. Я видел эти всяких антипропагандистов. Кто они? Даже есть там такие же вот. Лапкин. Я думаю захожу. Лапкин и Гнати Тихович. Смотрю сайт-то другой. И наоборот там на вас. Да. На вас я думаю это как так. А потом смотрю это откольники от вас. Которые отошли. И начали вас же. Там вот этот который уехал в Украину. Или приехал с Украины. Или уехал в Украину. Да меня это не касается что он говорит. Я о нем продолжаю молиться. Я даже читать не стал. Я каждый день молюсь о них. Им еще нельзя сделать. Потому что преграды для молитвы нет. Я разговариваю с Богом. Получаю ответ. А они этого не знают. Я молюсь Господи. Не наказывай их. И в судный день не помяни их безумие. Обрати их Господи. Чтобы злоба погибла. Отгони от них дьявол. Они еще не знают. Они меня никаким образом тронуть не могут. Они кто такие. У них что есть показать. Могут? Нет. Они не могут. Понимаете. Везде проблема. Проблема. Я исключил слово. Проблем нету. Но. А что. Не. Какие. Неотвеченные вопросы. Нерешенный вопрос. Вместо слова проблема. Нерешенный вопрос. Я говорю. Какой. А вы знаете. В стране у нас три с половиной миллиона беспризорных. Как. В гражданскую не было. Знаю. Озвучивает не кто-то. А Нургалиев. Министр внутренних дел. Я верю в это. Ну и что дальше то. Узнали. Что дальше. А что сделаешь. Они хулиганят. Везде лезут. А я говорю. Доверился Богу. И мне Бог на сердце положил. Организовать лагерь. Трудовой. Православный. Единственный. Советский Союз. В 1972 году еще. Еще 20 лет. Советской власти быть. У меня еще не было. 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. А давайте все это сделаем. Еще будет. А вы ничего не делаете теперь. А такая преступность. Вы знаете. По преступности мы 10 раз там Америку превосходим. Знаю. Я в Америке был. А что делать. И ничего. Я 18 лет сотрудничаю с тюрьмой. Бесплатно. Иду по камерам. Выступаю у них по радио. Приношу литературу раздаю. Крестики. Иконы. Давайте каждый что-то делать. А это просто. Ничего не дает. Крещать. А вы знаете. Евреи все захватили в России. Знаю. А что вы делаете. А что с ними сделать то. Бей жидов. Спасай Россию. Я говорю. Не пойдет. Уже это проходили. А что делать. Любить. У нас другого оружия нет. Любить. Как обращать их ко Христу. Вот ко мне еврея завезли одного. Он еврей полноценный. Наум Израилевич. Сто процентный еврей. Теперь православный священник. Приближенный патриарх Ильи. И он здесь пробыл. Но не больше трех часов. Он уже вышел в православный. А вот сектанты. Да вы знаете. Да вот. Все здесь сектанты. Знаю. А что сделали. Ничего. Я говорю. Вот ко мне привезли такого. Преподаватель Томского университета. У бакистов. Тут руководит Менонит. Немец. А сейчас доктор богословия в патриархии. В моем доме он обратился. Понятно. Вот. Следователь военный. КГБ обратился. Описаром стал. Ну давайте каждый что-то делать. Я не говорю всем. Ну хотя бы священники. У вас и десять тысяч. А десять тысяч умножить. Что-то бы было. А они нет. Они вокруг моей колокольни. День уносит. Визжат. Лавят и мощатся. Ну я так думал, что они просто боятся. Мне не надо рассуждать и искать причины. Я знаю грех. Зависть. Пилат знал, что предали Христа из зависти. А они не знали. Иосифа предали из зависти. А Стефан говорит, предали. А братья конечно. А что завидуют. Мальчишка. Что бы мы завидовали. Предали из зависти. А так говорит первомущеник Стефан. В любом вопросе. Да народ такой необразумен. Тупой. А откуда его знали? Ну смещенники говорят. Вот комсомольская правда. Тупой народ. Иконы-то миротачивые. То другое. Они чертили нам это показывать. Эти миротачения. И кто говорит. Специальная комиссия. Яна Каномцев. Архимандрит. Ректор геологического какого-то университета. Павел Флоренский. И там биологи, историки все собрались вместе. Что за иконы там миротачат? И тогда они дают ответ. Это сатана может делать. А мы голову ломаем. А что нужно делать? Учить. Вот пожалуйста. Вот только в одном университете. 18 лет я веду занятия. Только в одном. А я в пяти институтах вел занятия. И это бесплатно. Два раза в неделю по два часа. Академических. А это какие годы? Это какие годы были? Ну какие годы. Это было может быть когда он еще живой был. Он сейчас умер. Может быть лет десять назад. Но это мои годы. Вот я покажу вопросы. Да вы знаете. Государство распадается. Уже 22 тысячи деревень исчезли. Десять тысяч деревень дышат наладо. На один два человека остались. Что сделали? А что ты сделаешь тут? Я говорю. А мы добились статуса. Вернулись домой. Двадцать лет там был пустырь. И начали строить. Поселиться может. Кто докажет. Что это не поселиться. А разговаривать первый раз будем. Не лжет. Не пьет. Не курит. Не матерится. Не ворует. Ну хорошие люди. Я в районе. Да хорошее хорошее. Тут надо православный чтоб был. Я в краевой администрации сказал. А мне говорят. Так у нас ни одного в администрации нет такого. Нет. Статистика врет. Женщины. Матерятся. Мужчины все курят. Погибель. Понятно. Я говорю. А мы начали делать. Вот вы знаете проблемы. Я назвал не решенные вопросы. И мы начинаем делать. Двадцать восемь лет. Деревня стоит. А так мало. Эй это искра. Из искра возглавится пламя. Павел Пушкин говорил. Мы единственная деревня. В которой православие. Мы первый день храм построили. Государственная школа. Подвели ток. Школа. У нас интернет. И все есть. С нуля. И за двадцать восемь лет государство ни рубля не вложило. Дороги сами. Пруды сами. Все восстанавливаем. Восстановить. Вот я называю. Смотри. С детьми. Преступления. В университете. По деревне. По любому вопросу надо начинать все время. Или пятое. Надо бороться. Как? Любовь. Я должен оказать любовь. Вот я иду когда по камерам где ходил. Кто там. А там разные сидят и мусульмане. Я в первую очередь помогаю мусульманам. Почему? У него здесь другая пища. Другой народ. Его тут гнобят. Его тут что угодно сделать. И поэтому нужно поддержать. Так они выходят когда из тюрьмы. Они меня ищут где я живу. Не знают как отблагодарить. Мусульмане или? Мусульмане. Мусульмане. Мы же когда ездили в доме муны ночевали в Баку. А вот это я видел. Видел. Вот я конкретно говорю. Вот смотри я сижу. И он думал поймут братья его. Вот я сижу на берегу озера. Пруда. Деяния 725. А это у нас отряд был глухоним. Мы для них все переписали. И показывает. Вот руководит. Человек с высшим образованием. Их сейчас уже не осталось столько. А вот напали на лагерь на наш. А мы лозунги дети написали. На крыше стоят. И написано. Коммунисты и людоеды. Руки проще от лагеря Стана. Так они это еще и при коммунистах было. А после тоже так же приезжали. Они в 98 году уже не коммунисты были. А? 15 комиссий. Потому что. 15 краевых комиссий за два месяца. Представьте себе. Мы ворота не успевали открывать. Но без разрешения ни один не полез. Вот они стоят. Взрослые стеной. Дети наверху и скандируют. Руки проще от лагеря Стана. А вот это дети православных? Все православные. Это мой лагерь. Я могу сказать. А сейчас этот лагерь фунциклируют вас? Три года уже. Я его ликвидировал. Абсолютная невозможность. Они бросился за 9 на 7 озеро. Утонули ребятишек. Президент дал указание все лагеря перетрясти. Ну они начали трясти. А, ну вот и утонули то там где-то. Да. Президент дал указание. Я говорю, они к нам приедут. И мы стали тренировать. Как убегать? Детей я не делал. А, вот я видел у вас. Видел? Да, да, да. Ничто это не сделал. А детей в других местах приезжали. Сажали в машины. Жара такая. Пить не давали. Что там делалось-то? И штрафы везде. Миллион, полтора. Миллион, полтора. Ну они на меня подали. Подали. А я расфировал. Уже 9 дней лагеря нет. Они просят приостановить деятельность на 3 месяца. И суд в их сторону не пошел. А почему? Деревня в девяносто первом. А лагерь в семь центов. На девятнадцать лет раньше. Как? А им надо, чтобы не я один, а деревня деньги-то давала. А в деревне никак не можешь отвечать. А с меня ничего не возьмешь. На сегодня 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. И кончилось. И судья. Я нашел судьеву. Я отблагодарил там. Я очень богатый стал. Книги я имею ввиду. Вот я еще говорю. По любому вопросу. Вот глухонемые. Все переписали. Потрудились. Им показывают. Как идет богослужение. В любом месте. Что только делается. Так а у них это тоже получается община, да? Нет, это наша. Почему? Рядом. Вместе все молимся. Ну, сейчас их тут уже и нет. Тут умер. Тут ушел. Вот одна тут осталась. Вот это вот. Вот так. А это приехала старобрядца Новозыпковская. Священник Андрей Марченко. Хороший вообще. Да. Видишь как. А вот он крестят. Инвалид Отечественной войны. Принял крещение. Их тоже нет. Уже умерли. Вот куда ни глянешь. И везде приложить руку. А начинай делать. Был такой Наполеон Бонапарт. Он говорил. Главное ввязаться в драку. А там. А там разберемся, да? А там разберемся. Вот мы молимся и начинаем делать. И что получается? Получается. Да как работать? Я говорю. Работать надо так, чтобы прокормить. Прокормить. Все руководство. Всех их блудниц. Все их гаремы. И чтобы нам осталось. Остается. Я говорю. Остается. Да куда остатки девать? Да едим их даже не хватает. Ну нам-то вот с перекореженным прошлым трудновато. Ну пойдем сюда дальше. Мне-то с перекореженным трудновато. Это мы вот сегодня пришли. У нас сегодня что 17 октября. Семнадцатый. Вот смотри. Я покажу. А это вот у вас вот здесь, да? Трапезная. Вот какое дело. Это мои книги. Самое главное. А можно я? Прочитаю. Ну смотри. Вот. Вот эта длина стола. И это три. Положил книгу. Это не моя книга. Положили. Три с половиной. Вот так. И что интересно. Приезжал тут человек из Украины. Мастер. И делали столы. Я думал. Книга выйдет вот эта. Открытым оком. Вот смотри. О нет. Открытым оком она одна. Одна. А потом оказалось 33 тома. Теперь у каждого тома показано какой том. А почему вначале не показано? Очень просто. Я думал один том будет. Я даже не знал что столько у меня материала накоплено. А так они разные, да? Все разные. Все до одного разные. Все. И что интересно. Закончил издавать. Когда стол наполнился. И ни одной книги не заположили. Только потом определились. А стол делали и книг еще не было. Вот этот том допустим я открываю. Сразу показываю. Посвящен мусульманству. Их книгу Коран. Я разбираю по сурам. А я там всю до буковки. В сравнении с Библией. Не нападая. Это Александр Мень. Его беседы здесь. Вот по порядку сейчас. Вот это две. Это жития святых. По ним отвечают студентам. По 12 сетамам житей. И никогда не создать. Ни Осипову никому. Это отдельно про старобрядцев. Старобрядчески. Любой найдет ответ здесь. 15 и 16 том. Как люди обратились. Как пришли к Богу у нас. В общем. 84 человека. И везде так. Вот допустим. Вот это поэзия. 300 поэтов России. За 300 лет. Что отвечали на каждый вопрос. Который мне студенты задают. Это никто не может поверить. Что можно было сделать. Вот я открываю ее. Все книги сшиты. Склеили ни одной нету. Да, да. Вот они поэты. Смотри. С миром. Я тут ролик снимаю. Вот. Тут один мужчина пришел за книгами. Вот я снимаю. Я не вижу. У меня очков. Смотри. Да молодые. Тут в Лиде сколько. Как закончилось? На каждый вопрос. На каждый. Что отвечает 6 поэтов. И что говорит Библия. Вопросы, которые мне задают студенты. А люди-то жили в разные эпохи. 300 поэтов за 300 лет. Что сказали по этим вопросам. Вот теперь задают вопрос. Вот допустим вот здесь. Мой ответ. Слово Божие. Вот здесь. И дальше стихотворения. Шесть стихотворений разных поэтов. Самые. Самые. Глубокие вопросы. Что на них. Кто говорит. Майков. Здесь кто еще дальше отвечает. Это Казакова. Римма. Римма. Дальше кто отвечает. Здесь. Черный. Саша. Фамилия его. Здесь кто отвечает. Вот он. Лермонтов. Здесь кто отвечает. Вяземский. Так а этого вообще нигде ничего не найдешь. А? Да. Это же у вас вот. На сайте есть открытым окон, да? Да. Все книги там есть. Есть, да? Эту книгу нельзя. Как оформлены. Как сделаны. Из Америки сказали. У нас такие не издаются. Да. Сейчас уже такие никто не делает вообще. Вот так. Сейчас приклеили, наклеили и все ей. Да. И я думаю что. В каждой книге 64 страницы цветных фотографий. Вот они. Все. Видишь. Как сделано. Намелованные бумаги. Какое качество. Вот пожалуйста. Дай бог. Ну а вот это самая уже вершина всего. Так маленько уберу скамеечку. Давайте так просто. Вот новый завет. Новый завет. Полное толкование. С закладочками света российского флага. Это вообще как белая. Синяя. Нет. Зеленая поставила. А здесь красная. Ага. Выделены места, которые говорят о Библии. Ага. Которые говорят о Библии и о необходимости проповедовать. Это Каин убил Авеля. А это жертву приносили. Это вверх дым идет. А это вниз. Огурцы его. А у того ягненок. Получается он принес то, что на тебе Божий. Здесь я даю 297 комментариев. Можно посмотреть? Вот смотрите. Вот это второй тюрьм. Вот это третий. Сегодня не издать. Это совершенно невозможно. Это все еще та цена. Это три тысячи. Три тысячи. Вот я... Да у меня уже к концу к самому подошли. Кто хочет теперь... Я успел. Пусть издает. Здесь толкование на откровение Иоанна Богослова по святым отцам. Четыреста тысяч четыре страницы занимает. Откровение. Апокалипсис. С опровержением самых современных сектантских заблуждений. Это отец Геннадий Фас собирал его материал. Откровение. А другой блаженный фефилакт. Самый распространенный в православии. Это видели в библиотеке у Владимира Владимировича Путина. Медведеву. Патриарху. Мы подарили, когда ездили. Вот полный комплект вот эти вот книги. Тридцать восемь томов. Это двадцать четыре тысячи пятьсот. По нашим деньгам. В переводе на то, какой год я издавать начал. В переводе на иностранную валюту. Это стоит почти тысячу долларов. Вот это вот сейчас. Там девятьсот восемьдесят долларов. Вот это вот стоит. И мы подарили миссионерской поездке. Шестьсот пятьдесят городов. На тридцать пять миллионов подарили. Подарок. Такую миссию. Сто двадцати тысяч километров. От Тихого океана до Атлантического. От порта находки Владивосток. И до Лиссабронов. Скандинамию в Прибалтику. Север. Никогда никто не делал и не сделать. Почему? А это невероятно. Хотя на государственном уровне это вообще... Это шестьсот пятьдесят у меня выступлений только было. На стадионах, библиотеках, на площадях, в храмах прямо. А вот там вот где вот у вас начинается фильм «Потеряевский богослов» или как? Наверное «Златоусы из Потеряевского». А, да. «Златоусы из Потеряевского». Это про меня сняли. А там вот начинается на стадионе это вы? Нет. Это еретики в Красноярске. На английском языке? Да. Они кричат, а их переводят. Там они беснуется. Вот с этого фильм начинается. Так. Все. Держите. Я сейчас закрою здесь. Минутку. Так. Мне надо куда-то как-то в кассу играть. Держите. Вот, понимаешь, такое дело? Занятие, получение библиотелефон 25 на 638. Редко кто понимает, что произошло. Мне одна подошла во время занятий в университете. Какие вы счастливы, что при жизни видите, что ваши книги вышли. Да, я осознаю это. Это мы счастливы, что мы еще попадаем в ваше время. Вот посмотрите. Потому что... Заламинированная. Как выглядит? Здесь начинается с моей биографии. И эта книга из одних документов и из того, что печатали. Вот она. Это заголовок. Сейчас я покажу, Володя. Ты помнишь, ты сказал, что... Что это в этой книге нет. А как раз вот здесь и весь. Называется Сочьем России из Клочков. Это новое у вас, потому что... Ну вот, вот, второе. Новое переиздание, да. А в первом-то нет. И он, как говорится... Так. Дальше у людей... Лапкин готов и на улице проповедовать. Но тут оказывается, что муж Позняковый, физрук Клочковской школы, ради такого дела открыл спортзал. Все понимают, что физрук за это, скорее всего, получит потом от школьного начальства по своей спортивной шапке. Это вот в Клочках? Да, в Клочках. Ага. В конце 80-х годов его посадили за то, что на пленке он наговорил жития святых и архипелагулок. Он был как она... Он был зэк, а она фельдшериста. Такая вот встреча в другую эпоху. Спустя эпоху. Так это где-то лет сорок назад, да? Это он председатель или как называют здесь писателей, журналист. Он Кочевников подписывается, а на самом деле он Тепляхов Сергей. А в конце пишет. Андрей Кураев, диакон, профессор Московской духовной академии. Игнатия Лапкина я знаю, он здесь вот в этой комнате приходил сюда. В его книгах московская патриархия подвергается жесткой критике. Поэтому отношение к нему священников объяснимо. Объяснимо. Но то, что делают православные из Потеряевки, дело благое, замечательная практика сама по себе. И очень редко до сих пор. Редко. И дальше поясняет. Это Андрей Кураев, который... Московский? Профессор. Да, да, да. Его не спрашивали, а он только вопрос задал где-то слушателю. Кто самый великий, самый знаменитый, миссионер, проповедник. Он тогда называет. С чего он взял так, я не знаю. Я таким себя не считаю. Но он взял-то пообщей. И мне так показал. Потому что первый раз-то я от него услышал. Во-первых, он имеет у себя в библиотеке. Он читал. У всех книгах у него давно. Да. Я-то на вас-то не сразу вышел. Я просто, когда начал ходить, я понял, что что-то не то. Купил библию, начал читать. Происходит что-то не то. В храме, в церквях что-то не то происходит. И начал искать. Нашел. Да, вот так. Нашел. Мы уходим. Давайте. Володина, работаете? Да. Так. Я тут этот ролик уже выставлю сегодня. Завтра будете смотреть. Ага. Я не ставлю. Ставит администрация. Но тут еще это сделаю. Мы поговорили. Это уголок детей устами младенца. Видите как. У нас библия на первом месте. И когда мне вернули все. И возвратил Господь потерю. И дал вдвое больше того, что он имел прежде. Что? Книга Лев. Ива. 42 глава 10 стих. О, как подобрано. И возвратил Господь потерю. И дал вдвое больше того, что он имел прежде. Так. Дальше. Возвратим Господь потерю. Закрывай. Тут у нас все открыто. Зря надо было тут закрыть. Так. А деньги ему лично надо отдать просто. Ага. Понял. Понял. Сейчас надо? Не надо. Так. Вот так. И включает. Ома. Сколько голубей гуляет он. И все. И по труды. И по Славу Боже. И по Славу Боже. И по Славу Боже. Слава Христу. И по Славу Христу. Ну что? Я что знаете, Ковчок хотел вас спросить? Что хотел спросить? Да. А по по крещению? Ну. Готовиться надо. Готовиться как надо? Готовиться 7 июля или после 7, 1 воскресенья. Если оно не попадает. Вот нынче приезжали у нас из Ливана были. Из Ливана. Из Германии. Да, да, да. По моему только не приезжал Головин, да? А остальные по моему все приехали, да? А у вас возможно есть на занятия выходить на наши? Сюда? Да, нет. Уже сейчас все рано там обсуждают. По интернету. По интернету. Но дело в том, что... Я думаю, что да? Больше сейчас людей крестятся где-то. Мы им говорим, ищите там, далеко ехать. Другие на Афон едут. А на Афоне вообще это мощение лбов вообще ни за что ставят. Сразу идут и крестят. Афонские монахи. О, красота моя, Евгений. Да, да. Ой. Что-то вы там говорили, что мор у вас, да, пошел? Да, там что-то там было сделано, понятно. У меня была одна же отрава насыпали. Я утром прихожу ее. И даже случилось так, что человека было... За тысячи километров он был. Потом. И явился ко мне домой. Я говорю, что случилось-то? Говорит, я хочу тебе сказать. Это я отравил голубей. Как? Зачем? А не зачем? Если ты их любишь, а тебе больно будет. А, вот что. Вот когда интервью с дьяволом-то проходит. Да, да, да. Помнишь? И он говорит, какая беда Христу? Больше людей отвезти от него, нанести ему удар по сердцу Христу. Он любит, умер за них, а я их отвел. Ну, то есть, самое плохое, это обидеть Христа. И Христа обидеть. Вот. Ну, вот все. Так, мы каждый раз ходимся по домам. До свидания. У меня мед есть, я не возьму. Передайте кому-то требуется. Кому-то требуется. А это от моего папы. У отца. У него пасека. Пасека. Я до конца узнаю. Где он? А он в Казахстане живет. Где? В Казахстане. В Казахстане, да. А вы уверены на сто процентов, что здесь не добавлены медовый раствор? Нет, это мой отец. Ну, пчелам дают и они перерабатывают? Нет, 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 он не занимается. Потому что я сам покупаю и надаю на лекарства. Здесь не для языка. Нет, 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 нет. Здесь все. Он сам кушает. У меня есть. У меня есть. Передадите тому, кто нуждается. Вам это проще будет сделать. Вы знаете, что ты мне ничего не давал. Я просто отдам. Отдайте тому, кто нуждается. Хорошо. Я купил 35 банок. И с бабушкам. Я его сюда привез. Ну да. Пускай он лучше уйдет к людям, кто нуждается. Да, во славу Божию. Во славу Божию. Я скажу, как звать. Молиться будут. Вас. Да пускай это мой папа. Я еще молодой. А еще хотел спросить по этому. Выходить на скайп, да? Надо выйти. По этим. YouTube. Нет, по этим. Он на занятия хочет выходить. К Сергею. Я вам скину. Вы зайдите только. По скайпу зайдите. Я вам скину. Зайдите там. Да, да, да. Страничку в скайпе сделайте. Я вам скину. И тогда будете уже на занятиях в пятницу. Завтра уже занятия. В шесть часов проходит. В шесть часов вечера? Да. Среда, пятница, воскресенье. А воскресенье? Во сколько? Тоже в шесть. Тоже в шесть. Тоже в шесть. Поезд был. Никакой надписи нигде не было. Это другое надеть. Это церковное. Да, это я сейчас с работы работал. Ну, значит. Батюшки сейчас у нас нет. Он... Отпуск у него. Он там поехал опять по Древеево там, по Мощам. Ну, с 27-го он ехал. Месяц будет. И он тогда будет. А приходить можешь уже в этом воскресенье. Служба с восьми, значит. Пол восьмого прийти. Пол восьмого. Пол восьмого. Так, а смотрите. Да. Машину вот загонишь сюда. Я могу ее бросить. Да нет. Можно? Да можно. Только не здесь. Это проезд. Ну, можно вот туда вот. Да не надо. Зачем? Вот загонишь. Зачем? Это безопаснее. Места хватает. Пол восьмого. Пол восьмого приехать. А служба с восьми. Ну, да. Раньше. Да. И после службы сразу собрание. После собрания трапезы. И потом занятия. Так понял. Увидишь, как мы тут живем конкретно. Чтобы ты не просто так, говорят, собляпался и не знаешь куда. Ты должен узнать, те ли мы за кого себя выдаем. Или фальшивка какая-то. Зазомбировали и все. Я гуру какой-то. Да, ну да. Все это православное. Я уже ваши ролики просматриваю в течение года. У нас роликов, знаешь, сколько? 16 тысяч на 750. У вас очень много. Не много. А нет такого нигде в интернете. Чтобы один человек столько нету. Даже близко нету. Вот у Осипова тысяча семьсот. Да. Это в 10 раз больше. Осипова тралайна, понятно. Но вы-то живете так, как вы. Да. Говорите АТО, а надо еще делать. Не греет. Не греет. Не держит. Пока точно не масон. Это первое, что ему надо сделать. Он тысячи людей перепортил. Он АТО опровергает в Евангелии другое. Вечные мучения там это разные. На него монахи его книги жгут по всей стране. Помните я весной приезжал? Да. Приезжал мне говорить и так, сколько не грелся? Да. Ни одной волосинки не трогай. Не положено. Ты в малом будь верен. Над многим Бог поставит. Но остальное мы потом поговорим. Он уже торопится. Слава Христову. Внимательно смотри. Не попади, говорит, как кур во щи. Ага. Позырьков. Слава Христову. Все. Все? С Богом. Пошли, Хорь. З巧 уже волнуочь. а�к – чисто и ткань.